друзья всем привет снова с вами канал жизни о жизни и сегодня поговорим о такой теме полезна ли ходьба и преимущество ходьбы и общественным транспортом стоит ли заменить общественный транспорт на ходьбу и передвижение пешком до работы сегодня поговорим о плюсах по минусах данной прогулки в первую очередь поговорим о плюсах вы встаете рано утром кто-то выспался кто-то не выспался все равно состояние немножко сонное вялое и дорога пешком до работы она и поднимает настроение улучшает самочувствие после ходьбы также у кого проблемы есть с плохим аппетитом после прогулки аппетит повышается и придя уже на работу можно перекусить хорошей здоровой едой в виде там каши каких-то других молочных полезных продуктов следующее идя на работу вы можете что-то подумать проанализировать поразмышлять это все дает преимущество ходьбы также немаловажный аспект пользы ходьбы это то что тренируется так или иначе сердечная мышца прогуливаясь размеренным шагом или средней интенсивности шаг все равно идет нагрузка кардио нагрузка улучшается самочувствие как уже еще раз напомню какие еще преимущества есть у ходьбы если вы возвращаетесь с работы на работе был какой-то сложный день у вас завели у вас нервное состояние расшатанное и после ходьбы 50 минут или там 30 приводит голову в порядок и домой вы возвращаетесь в домашнюю установку уже совершенно спокойно нежели если вы просто передвигались 15 минут на автомобиле и на общественном транспорте следующее одно точнее немаловажный аспект в пользу ходьбы это все-таки вы так или иначе экономите какую-то копеечку проезд сейчас стоит вот 40 рублей общественном транспорте но передвигаться на автомобиле это будет еще дороже потому что бензин неуклонно растет высшую сторону и болтаясь по пробкам вы сжигаете бензин нервничаете нервное состояние просто получается иногда даже очень сильно расшатанно потому что кто-то пробки подрезал где-то не уступили и так далее идя по дороге пешком вы прокладываете свой маршрут сами и весь путь зависит только от вас и ты четко понимаешь что за 50 минут я четко дойду так или иначе еще немаловажный аспект в пользу ходьбы это то что вы дышите все-таки кислородом насыщаете свой организм просветляете свою голову в плане пешочком прошли зарядились потом восполнили это все полезным завтраком и день у вас задался конечно с непривычки будет тяжеловато но последующим вы поймете что вы можете преодолевать еще большее расстояние нежели там сейчас сейчас мой путь занимает до работы по расстоянии по тубизу 5 километров это примерно прохожу я за 50 минут в среднем получается 10 минут за километр но это в среднем также немаловажный аспект при ходьбе на работу или по каким-то делам это то что вы так или иначе сжигаете калории полезно ходить на самом деле вот непрерывно это не менее получаса тогда реально калории сжигаются сердечная мышца укрепляется и сжигается даже больше калорий чем при беге вот из преимущества в принципе по ходьбе из недостатков если вы работаете и идете пешком до работы это то что при интенсивном при интенсивной ходьбе все таки тело вспотевает и на работу вы можете прийти немножко влажным поэтому у меня на работе нет дресс-кода а если у вас есть дресс-код вы можете оставлять рабочий комплект одежды у себя на работе чтобы прийти перед работой быстро переодеться в сухое свежее и так далее так как у меня нет дресс-кода на работе у меня в рюкзаке есть всегда свежая футболка футболка в той которой я иду она влажная я ее переодеваю и одеваю сухую в принципе я избавился от такой проблемы из недостатков это вы можете попасть в дождливую погоду где не очень комфортно передвигаться но есть плюс что вы тоже в таких условиях суровых как или иначе тренируетесь тренируетесь в характер свое тело и нет проблем также немаловажный аспект в пользу ходьбы это то что если ваша деятельность связана с посещением адресов будь то вы риэлтор будь то вы торговый представитель идя по определенному маршруту или меня его вы осматриваете территорию смотрите адреса в принципе да и тем самым расширяете свой кругозор в плане если ваша деятельность связана именно с этим так что это тоже немаловажный аспект в пользу передвижения по своему району пушком следующий немаловажный аспект того что ходьба полезна передвигаясь зимой зимой вы тем самым закаляете свою носоглотку вдыхательную систему и тем самым тоже экономите защищая свое здоровье меньше тратите денег на лекарства и прочие ненужные бесполезные процедуры в плане отвлечения от нормальной жизни идя зимой до работы вы правильно дышите через нос выдыхая через рот вы закаляете свою носоглотку и вам в принципе не страшно эти частые порой нелепые заболевания в плане того что застудил горло потонул холодного воздуха вот в принципе рецепт рецепт передвижения пешком его преимущество также еще за один из аспектов положительного эффекта от ходьбы это то что при ходьбе у человека встают правильно позвонки а если то у вас сидячий образ жизни сидячая работа при ходьбе позвонок позвонки встают как надо и это оказывает благоприятный эффект не только на позвоночник здоровый позвоночник здоровый организм все функционирует очень нормально так что ребят преимущество вы сами видите выбор делать вам чем такая небольшая тема на сегодняшнее утро всем хорошего настроения приятного дня результативного дня и побольше все таки двигайтесь человек должен двигаться тело не должно застаиваться подвижный образ жизни улучшает и самочувствие и мысли в голове и вам легче решать поставленные задачи перед собой так что я думаю это наше не последнее видео плане зожа плане здоровых направлений еще раз всем хорошего настроения и до скорой встречи пока пока